Возводимые дома в Яшнабадском районе. Визит президента в этот объект неспроста. В период урбанизации, когда каждая пять земли столицы дорожает, вопрос обеспечения жилплощадью населения в числе приоритетов. Раньше для строительства одного дома нужно было ждать годами утверждения документов, да и строился он очень долго. На протяжении десятилетий не было программ по предоставлению доступного качественного жилья для населения. Сдвигов в сфере строительства не наблюдалось. Индустрия начала проседать. Даже имея деньги на руках, люди стояли в очередях для получения нового жилья. Сегодня современные научные подходы в строительные отрасли входят в тенденцию, восстанавливается и расширяется деятельность заводов по производству строительных материалов. На рынке недвижимости растет число девелоперов, строящих жилые комплексы. По мере роста конкуренции качество будет расти, а цены спускаться, сказал президент. Пока идет строительство, люди будут трудоустроены, продолжится экономический подъем. Кроме того, на фондовом рынке нашей страны покупатели разные и, соответственно, нужно предлагать различного типа дома с вариацией цен. Кому кирпичные, кому монолитные, а еще кому быстровозводимый сэндвич-панельные дома. В качестве девелопера здесь выступает компания Golden House, входящая в группу Orient. Стоимость проекта оценивается в 1 триллион 193 миллиарда сумм. По итогу будут возведены 22 дома на 3236 квартир, 16 девятиэтажных, 4 девятиэтажных и 2 14-16этажных дома. Также построят 58 коттеджей. Так как жилой комплекс располагается вблизи к каналу Карасу, его назвали Ас-Салам-Сохал. Как рассказали президенту, эти жилые комплексы по своим расходам на уровень выше существующих энергоэффективных, а значит поменяются все стереотипы о панельных домах. Руководитель страны отдельно акцентировал внимание на качестве и сроках. Раньше на возведение таких домов уходило 5 лет на планировку и еще пару непосредственно для строительства. На земельной площади в 24 гектара в Ешнабадском районе башенные краны будто играют в лего и возвышают этажи. Залили фундамент, начали устанавливать панели. На первый взгляд кажется, что все очень даже просто, но эти готовые бетонные плиты до момента готовой продукции проходят целый цикл производства. Наблюдая за процессом строительства, кажется, что это не стройплощадка, а шоурум современной строительной индустрии. Президент отметил, что в наших квартирах сегодня, несмотря на жаркую погоду, в шоуруме кондиционеры не работают, совершенно не чувствовали жары. Президент отметил, что удачные планировки, удобные для жителей, высокие потолки, светлые окна, очень комфортное жилье. Надо сказать, что здесь, в наших домах, в основной массе используются сырье и материалы местного производства. Мы постоянно работаем над снижением себестоимости, как в поиске конкурентной базы, так и в поиске различных материалов, которые могут снизить себестоимость. Применяя современные инновационные способы строительства и производства и используя самые современные, высокоэффективные материалы. Здесь же президенту представили информацию о проектах намеченного строительства в Ешнабадском и Эмирабадском районах столицы, а следом состоялась беседа с активистами Махалей. Последние пару лет очень многое изменилось, особенно в строительстве. Строится очень быстро, качественно. Не только в городе Ташкенте, в остальных областных центрах тоже такое же интенсивное строительство идет. В дни пандемии узбекский народ, узбекские строительства не стоят. Они работают, работают, чтобы достойно встретить 29-летию со дня независимости Республики Узбекистан. Но сейчас, несмотря на эту пандемию, очень много делается, чтобы достойно встретить наши праздники. Вот здесь тоже мы видим очень качественное строительство вот этих домов. На новейших материалах и со стороны президента очень много делается, особенно мало обеспеченным семьям, потому что все делается на благо народа. Стиль работы современного строителя поменялся кардинально. Специалисты говорят, что достоинство сэндвич-панели в их быстром монтаже. Здесь может возникнуть правильный вопрос. Не влияет ли негативно скорость на качество? И что с безопасностью? Наши проекты, они очень уникальны в своем роде и отличаются от панельного домостроения тем, что они были однослойными и просто бетонные стены были. Наши строения, они состоят из тросслойного сэндвича, где основным теплоизоляющим слоем является базальтовый волокон. Это позволяет достичь очень хорошей теплоизоляции. То есть в наших квартирах летом будет прохладно, а зимой будет подержаться тепло. Так как Узбекистан находится в очень сейсмично активной зоне, прежде чем, как начать такое масштабное строительство, мы совместно со специалистами проверяли наши конструкции на сейсмическом источнике. На нашем первом доме был установлен специальный маятник, который раскачивает этот дом до 9 баллов, и мы смогли успешно пройти этот тест. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что наши дома отвечают всем требуемой безопасности. Проект Ас-Салам Сахал компании Голлана Хаус будет занимать с общей сложности около 22 гектар и будет состоять из более 22 домов. Также здесь будут расположены и таунхаусы. Это тип особенных котель. Достоинства домов Ас-Салам Сахал таковы. Во-первых, эти жилые комплексы имеют авторскую строительную конструкцию. Сейсмоустойчивость в 9 баллов. Фасад тройного покрытия обеспечивает термоизоляцию, установит видеонаблюдение, систему пожарной безопасности и индивидуальную систему отопления. Покупатели получат квартиры в готовом виде, как говорится, под ключ. Продолжение следует... Продолжение следует...